Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Последние несколько месяцев лично у нас появилось любимое занятие. Мы завариваем чайок и с умилением смотрим на нытьё российских пропагандистов. Украина упорно продолжает спецоперацию по могилизации и не прекращает попытки контрнаступления на южном направлении. То есть они упорно бьются головой в стенку, кладут людей. А так можно только делать в состоянии, если вы под боевыми наркотиками. Ах, как же они хорохорились в первые дни войны. Как всё захватывали, героически побеждали. Обещали неоккупированные части Украины голод осенью. Разрушена инфраструктура. Сейчас не будет никакой пассивной. Осенью в Украине будет реальный голод. И так и хочется закричать. Ну как там дела, эксперты вы наши? Всё хорошо, всё получается? А то помните, как дружок Соловьёва по фамилии Кидме ртом уже пол Украины захватил? В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. Это ещё один день, ещё два дня, не важно. Все стратегические направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии. Как в районе Киева, так в районе Николаева, так по направлению Кадесси. А теперь вдруг принялись в истерике рассказывать россиянам, что ВСУ могут захватить Ростов? Они не собираются остановиться. Они собираются, так же, как говорят на Украине, идти на Ростов и дальше. Нормальная такая трансформация, правда? И можете нам поверить, ровно то же самое сейчас происходит абсолютно со всеми пропагандистами. Они, конечно, из последних сил пытаются держать лицо, выдумывают байки о миллионах убитых украинских солдат в ходе наступления. Захлебнулся и распиаренный контурнаст Обзеленского на Херсон. Уже неделю ВСУ несут на юге колоссальные потери. Внушительные потери в день, по нашим данным, до батальона на южном участке теряют формирование киевского режима. Но смотрится это все максимально жалко. Коллективное лицо российской пропаганды сейчас выглядит вот так. Избитый кем-то престарелый чмоня с микрофоном визжит и кривляется. Не все настроены идти по стопам прибалтов и запресет нам въезд в Европу. С русскими лучше быть честными, потому что Россия всегда придет и заставит платить по счетам. Жестко умеем. Во время войн на Кавказе научились. Прекрасно работаем, когда надо. Но в попытке сделать хорошую мину при напрочь проигранной игре не верят даже свои. О чем вообще говорить, если на седьмой месяц войны от ежедневного вранья пропагандистов и чиновников Министерства обороны устали даже российские солдаты. Помните недавно от и до выдуманную историю с якобы уничтоженным десантом ВСУ в Энергодаре? Свыше 250 человек из числа сил ССУ и иностранных наемников совершили попытку высадки на побережье Каховского, водохранилищего в районе Энергодара и Днепродудного. По десанту нанесли удар ВКС России украинские неонацисты. Потеряли 47 боевиков убитыми, 10 иностранных наемников, 23 человека были ранены. Этот фейк до сих пор гуляет по бесконечным ток-шоу российских каналов. Эти люди будто принесены в жертву ради попытки сорвать визит МАГАТЭ. Голос за кадром нашего военного считает убитых солдат ВСУ. Это десант уже всплывает в некоторых местах в виде трупов украинских военных. Но мы сейчас вам полное видео покажем. Ну, с якобы трупами украинского спецназа. Десант. Ну, ничего себе, вот это неоспоримая победа России. Хотя, а что это там дальше происходит? Божечки, укры, кажется, оживают. Ну что, команда, подъем, просыпаемся. Ай, молодцы. А это видео меж тем, только с обрезанной концовкой, таскали чуть ли не все российские телеграм-каналы до помойки типа групп ВКонтактики. В итоге, как мы и говорили, от этой лжи устали даже запоребриковые солдаты. Вот что пишет по поводу Энергодара телеграм-канал ЧВК Вагнера. Что касается Каховского водохранилища, десанта под Энергодаром не было. Ни морским путем, ни воздушным. Хотя это и так уже многие поняли. Красиво, правда? И это ж только начало. Доверие к телевизору падает. Методички из серии «Все хорошо, все прекрасно». «Россия» уверенно побеждает. Сердство обороны Российской Федерации работает слаженно, четко. У нас минимальнейшие в этом направлении потери. Армия России продолжает наносить массированное огневое поражение по подразделениям противника. И на Харьковском, и на Луганском, и на Донецком операционных направлениях. На Николаевском есть явный успех. Довольно-таки уверенно движутся вперед, перемалывая вооруженные силы Украины. Троллят уже сами россияне. По новостям все говорят без паники. И Соловьев всем говорит без паники. И Киселев твердит, что, мол, без паники. Тихо, без паники, не надо паники, только без паники. Раз говорят, то значит время. ПАНИКИ! Ведь люди не такие дураки, как хотелось бы тому же Соловьеву, Скобееву или Симоньян. Они могут зайти в интернет и спокойно посмотреть, как лихо убегает российская армия в Харьковской и Херсонской областях. Все эти бесконечные видосы со сгоревшими колоннами. Прибежали, даже спальники не побросали. Все побросали. На кого тылый мужчинки за ночь, блядь. Откровение десятков, если не сотен пленных российских солдат только на одном относительно небольшом участке фронта. Славьер взвода. Ставец Сергея Валерьевича передовой. Военная часть. 11-я армия. Причем среди этих пленных есть и представители высшего офицерского состава. Посмотрите, вот как Мамкин-деноцификатор с погонами полковника тактически расположился на коленях. Ммм, пополковник. И, наконец, вишенка на тортике. Возвращение украинского флага в украинские города вместо российских и советских тряпок. О, пошел, ср***. Слава Украине! Принимаем украинский папа. Над звильненным селом. Млохевья. А ведь кремлевские пропагандисты рассказывали людям, что Россия пришла туда навсегда. Ну и где? Где сейчас эта Россия? А мы вам расскажем. Морозится и делает вид, что ничего не происходит. ВСУ каждый день расширяет плацдарм в Херсонской области. Высокополье, а это бывший районный центр, российскими войсками даже и не пахнет. Ну, точнее, пахнет от не очень живых тел. Слава Украине! Грое в славу! Бу, швед, б***ь. Два шведа, хуй. Что делает в это время херсонский гауляйтер Стримаусов? Ой, это надо видеть. Смешной в позе боевого хомячка обещает Скобеевой в следующий раз включаться из Николаева. Поверьте мне, что скорее мы зайдем в Николаев уже в ближайшие недели, и оттуда уже я буду с вами общаться в прямом эфире, чтобы до конца уже понимать, что же на самом деле происходит на этой украинской войне. Мол, это не Украина, это Россия на самом деле наступает, а народ просто спит и видит, как бы поскорее референдум провести. Люди не просто готовы, люди готовы бежать на референдум, чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить. Мы могли бы в очередной раз показать десяток вот таких видео, где жители оккупированной Херсонщины радуются прилетам по базам оккупантов. Но это все без толку, ведь пропагандисты все это делают в расчете на внутрироссийского зрителя, который, судя по всему, должен получать удовольствие от вот таких криков гауляйтера, ежедневно теряющего часть захваченной территории. Если надо, я вас буду душить своими руками, независимо от своих позиций, должностей. Славить мы можем только Бога, а не кормить свою вот эту вот, знаете, гордыню, которая для нацистов является, как у свидетелей Иеговы, нечто большим переселением в иной мир. Поверьте, вы будете наказаны и будете гореть в аду. Но в реальности Стремаусов будет душить разве что гуся в кармане, да и то, если доживёт. Ведь помимо ВСУ, оккупантов и их пособников рвут на клочья украинские партизаны. В освобождённом Бердянске взорван автомобиль, в котором находился комендант города Артём Бардин. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Всё произошло днём у здания администрации. С военным комендантом Бердянска история вообще более чем прекрасная. Россияне так заврали, что до сих пор не могут определиться, погиб он в итоге или нет. Военный комендант города Бердянска, на котором было совершено пудлое покушение, жив. Состояние его тяжёлое, но стабильное. 21-20 по московскому времени. Но смешнее всех на костях Бердянского чмоне решил станцевать пропагандист Сладков, заявивший, мол, Украина таким образом пытается бороться и запугать людей, поверивших России. Это обычный террор, попытка запугать людей, делающих выбор в пользу России. Террор – это удел террористов. Они готовы кого угодно убить, лишь бы нас запугать. И очень хочется спросить, а кого ты хочешь обмануть, дядя? Кто здесь местное население, поверившее России? А ничего, что подорванный Бардин – это полковник Вооружённых сил РФ. Бардин, он же Феликс, полковник ВСРФ. В 2014-2017 годах воевал на территории Донецкой области. Был прикомандирован к 8-й армии. То есть не то, что законная, а прям-таки обязательная цель для украинской армии – партизан. И в таких дешёвых манипуляциях вся российская пропаганда. Одевают всем россиянам розовые очки и живите дальше в вымышленном мире, где Россия процветает, армия побеждает и, более того, якобы несёт украинцам свободу. Мы за свободу людей на Украине, теперь уже, слава богу, бывшей, жить так, как они хотят. Говорить на том языке, на каком они хотят. Учить своих детей на том языке, на каком они хотят. Не потому что их заставили, а потому что можно. Настоящая свобода, настоящий либерализм в том, что можно, вам ничего за это не будет. Пожалуйста. И это всё в момент, когда под Харьковом гибнут сотни российских солдат. Ну, хоть бы уже в память о них победную пластинку сменили, как это сделали, например, топовые российские телеграм-каналы. Сейчас под Балаклеей идут очень жестокие бои. Самые жестокие, быть может, с момента начала СВО. Со времён Мариуполя точно. Наши несут тяжёлые потери. Что бы ни случилось, чем бы ни увенчалась эта битва, мы всегда будем молиться за вас и ждать. Но нет, альтернативно одарённая по федеральным каналам и чинуши генштаба – это непробиваемая публика. Генштаб РФ вообще всю последнюю неделю стоит в позе страуса, засунув голову в чернозём. Вот это, например, сводки Канашенкова за среду, 7 сентября, когда ВСУ, даже по словам российских военкоров, прорвало линию фронта на 30 километров. В результате успешных наступательных действий подразделениями российских вооружённых сил полностью освобождённых от националистов населённый пункт Кадемы Донецкой Народной Республики. Кадему в Бахмутском районе, а не понимаете, взяли. А потери с десятка куда больших сёл и котлет для российского спецназа в Балаклее – вообще ни слова. Уже и пол России сопли слёзы льёт, мол, спасите башкирский и самарский СОБР. Под Балаклеей в окружение попал самарский СОБР. И шансы у них, мягко говоря, так себе. Парни из самарского СОБРа в окружении сказали, что сдаваться не будут, на связь не выходят. СОБР Башкирии тоже. Они будут биться до последнего. Они попрощались. А в генштабе РФ тишина. Та же история и на многочисленных ток-шоу. Послушайте вот, что рассказывает очередной недовоенкор по ситуации в Харьковской области. Попытки контрнаступления мы фиксируем и на Харьковском направлении, в районе Харькова, Балаклея и Изюма. Но там дела у киевского режима обстоят ещё хуже, чем на юге. Соединения противника даже не могут перейти в контрнаступление, потому что в результате массированного огневого поражения российского не могут построиться в боевой порядке в районах сосредоточения. И ты это слушаешь и думаешь, ну вот как? В смысле контрнаступление толком и не началось? А ребят ваши отчего тогда в максимально нетоварный вид приходят? Хотя есть же ещё более смешной перл. Оказывается, все события на Херсонском и Харьковском направлении – это, внимание, информационно-психологическая операция. Весь украинский контрнаступ – это информационно-психологический манёвр. Ну что ж, если так, то нас это вполне устраивает. Если Украина информационные операции по 30 километров за два дня отбивает, ну что же будет тогда, когда мы воевать начнём? Ну а если серьёзно, то они готовы кривляться, врать и визжать. Наши, я считаю, военные очень успешно, очень успешно справляются с той задачей, которая им стоит. Побеждать надо безоговорочно и жёстко. В течение восьми лет мы мечтали, чтобы они пошли в атаку, для того, чтобы размотать их вот в этом сражении. Устраивать сеансы мозгового анонизма, говорить на чёрное и белое, лишь бы не признавать очевидного. Того, что российская так называемая спецоперация провалилась. Провалилась настолько, что якобы разгромленная в первые дни вооружённая сила Украины... Украинские солдаты бросают оружие и массово бегут со своих позиций. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции. Якобы потерявшие всю технику, всё ПВО и все самолёты... Известно, что средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены, а также выведены из строя практически вся военная инфраструктура авиационных баз ВСУ, все ключевые аэродромы, склады боеприпасов и командные пункты. Уничтожены склады с вооружением и боеприпасами, уничтожены военные объекты НАТО, которые создавались на протяжении последних лет на территории Украины. И, наконец, нанесены удары высокоточным оружием по центрам принятия решений. На седьмой месяц начинают выходить из обороны в атаку и тупо гонят вторую армию мира, освобождая свою землю и делая счастливыми миллионы людей по всей Украине. Посмотрите, вот как встречают украинские танки в отбитых несколько дней назад в сёлах Харьковской области. Люди выбегают на улицы, приветствуют украинских военных, все машут руками. У многих текут слёзы. Всё доброе, всё-всё доброе. Вот так встречают освободителей от российского фашизма или расшизма. Впрочем, всё равно. Главное, что любимый кремлёвский лозунг «Россия пришла навсегда», сгорел нафиг вместе с техникой и телами понаехавших в Ваде. Присматривайте себе лады, мамы и жёны, а Украина будет свободна. Так было, так есть и так будет. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, Анюк, Равина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья! Все будет Украина!